Начнём традиции с графика Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Завтра, 16 сентября, в Бишкике, накануне встреч глав государства СНГ, состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел, Содружества независимых государств. Главы внешнеполитических ведомств обсудят различные аспекты развития многопланового сотрудничества и углубления внешнеполитической координации в рамках Содружества, обменяются мнениями по актуальным региональным, международным проблемам. В контексте отмечаемого в этом году 25-летия Содружества будут проанализированы результаты деятельности СНГ, подведены итоги проделанной работы по повышению эффективности организации, совершенствованию формы её работы, адаптации к современным реалиям развития интеграционных процессов. Будут обсуждены выносимые на заседание глав государств СНГ проекты заявления в связи с 25-летием СНГ по противодействию международному терроризму, по мировой проблеме наркотиков, а также по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала. Как вы знаете, мы об этом говорили, в работе СМИДа СНГ примет участие российская делегация во главе с Сергеем Мавровым, так что будем вас оперативно информировать. Дальше, как опять же вы знаете, 13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из основных задач российского внешнеполитического курса является укрепление центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, основополагающих принципов её устава, главной ответственности Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций за поддержание международного мира, безопасности. Организация остаётся структурой, которой нет равных по представительности и универсальности. Она является, по нашему мнению, уникальной площадкой для равноправного диалога, которая направлена на поиск и выработку взаимоприемлемых компромиссов. В условиях осложнённых внешнеполитических процессов, это очевидно, также растущие угрозы терроризма, российская делегация в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет проводить линию на разрешение конфликтов политико-дипломатическими средствами при уважении суверенитета и право народов самостоятельно определять свой путь развития, поиск коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы на основе принципа равной и неделимой безопасности. В повестке дня сессии насчитывает 170 пунктов. Речь идёт о таких сферах, как содействие экономическому росту, устойчивому развитию, поддержание международного мира и безопасности, обеспечение верховенства права, поощрение прав человека, разоружение, контроль над наркотиками, предупреждение преступности, борьба с международным терроризмом, конечно. Общеполитическая дискуссия в рамках сессии, речь идёт о сегменте высокого уровня, будет проходить в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Российскую делегацию в этом году возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ещё одно мероприятие. В графике уже заместитель министра. 16 сентября в Москве состоятся консультации с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, господин Марголова, заместителем министра иностранных дел Республики Индия, в ходе которых планируется сверить часы по ситуации ВТР, а также обменяться мнениями по вопросам текущего российско-индийского взаимодействия на различных многосторонних площадках ВТР, включая Восточно-Азиатское сообщество, региональный форум ассоциаций государств Юго-Восточной Азии по безопасности. Центральным событием этой недели во внутрополитической жизни нашей страны являются, конечно, выборы депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации. Министерство иностранных дел активно принимает участие в этой работе. Речь идёт об организации избирательных участков и непосредственном проведении выборов за рубежом на площадках российских загранучреждений. У меня уже есть некая первичная информация, о которой я готова была бы с вами сегодня поделиться. В российских дипломатических и консульских представительствах за рубежом создано 364 избирательных участка в 145 странах. Для голосования, как вы знаете, по закону, пришедшие на участки избиратели должны предоставить паспорт гражданина Российской Федерации. Мы находимся в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией. Об этом неоднократно говорили, публиковали соответствующий материал на сайте Министерства. С ней же в Центральной избирательной комиссии согласована процедура досрочного голосования, в том числе в странах, где в силу местной специфики 18 сентября, это воскресенье, является рабочим днём. На сегодняшний день мы уже получили цифры по досрочному голосованию гражданами Российской Федерации на избирательных участках. Я не буду говорить статистику по странам, я думаю, что это не так важно, но всего по состоянию на вчерашний день досрочно на территории российских загранучреждений проголосовало более 9 тысяч человек. Мы ещё раз хотела бы сказать, будем информировать вас, отвечать на ваши вопросы, если они появятся, и по ходу организации голосования за рубежом на территории российских загранучреждений, по работе средств массовой информации на территории посольств и генеральных консульств. Поэтому, пожалуйста, если вопросы есть, давайте обращайтесь. В Белоруссии 11 сентября состоялись выборы депутатов. То, что прошли наши белорусские коллеги, я готова прокомментировать, потому что в том числе поступали вопросы. Речь идёт о выборах депутатов в Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия. Российская сторона активно участвовала в международном наблюдении за выборами, в том числе по линии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ. Мы отмечаем высокую активность избирателей. И в целом по стране, по данным Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, явка составила 74,32%. Большинство депутатов беспартийные, однако в парламент прошли и представители политических партий, в том числе оппозиционных. Разделяем оценки избирательного процесса, данные исполнительным секретарём СНГ господином Лебедем. Эти оценки он поделился в ходе пресс-конференции в Минске 12 сентября, о том, что выборы были прозрачными, открытыми, свободными. А избирательная кампания прошла в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне. Мы поздравляем депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия с избранием и мы готовы к продолжению совместной работы на благо укрепления российско-белорусских отношений. Нас просили вчера большое количество ваших коллег прокомментировать ситуацию с уведомлением Украины о передаче в арбитражный трибунал вопроса о якобы имеющихся нарушениях российской стороной своих обязательств Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. Мы слышали заявление о том, что Украина передала нам уведомление о передаче, подаче в арбитражный трибунал вопроса о якобы имеющихся нарушениях России своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву. Пока, однако, мы такого уведомления не получали. Как мы уже заявляли, Россия как ответственный государственный участник указанной Конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору. Мы об этом также говорили, в том числе и в ходе брифингов. Разумеется, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова. Украина, насколько мы понимаем, считает, что на эти пространства распространяется ее суверенитет, суверенные права и юрисдикция как прибрежного государства. Вызывает удивление подобная трактовка статуса «ввод вокруг полуострова». В результате воссоединения Крыма с Россией Украина больше не является прибрежным государством в отношении прилежащих Крыму морских пространств и, следовательно, не обладает правами в них. Соответствующими правами она не обладает. Данная украинская инициатива является ничем иным, как притязаниями на сам Крым. Естественно, государственная принадлежность суши не является предметом конвенции по морскому праву. Если же говорить о деятельности в морских пространствах вокруг полуострова, то мы неоднократно выражали готовность обсуждать с украинской стороной вопрос осуществления конкретных видов такой деятельности, буквально недавно, пару недель назад, в этом же зале об этом говорили. Тем не менее, несмотря даже на прошедшее время, диалогу с украинскими представителями не получилось. И первая же наша встреча, о чем мы говорили, стала последней по причине отказа Украины от диалога. Но, еще раз говорю, на момент сегодняшнего дня мы слышали о таком уведомлении, но его не получали. Поэтому детальные комментарии по существу этого документа мы дадим после того, как его получим, видимо, и, соответственно, изучим. Теперь переходим к другой региональной проблематике. Мы обратили внимание на заявление Белого дома Соединенных Штатов Америки по поводу роли России в соблюдении режима прекращения боевых действий в Сирии. Почему-то американские коллеги с таким, я бы охарактеризовала это как скептицизм, относятся к готовности нашей страны выполнять договоренности. Режим прекращения боевых действий в Сирии, они считают, по крайней мере, так проходит в средствах массовой информации, является каким-то неким испытанием для российской репутации. Знаете, какая-то странная постановка вопроса, но, с другой стороны, в этом есть, наверное, и позитив, потому что, когда речь идет об испытаниях для репутации, значит, она есть. И в данном случае, мне кажется, нашим американским коллегам есть чему позавидовать. Поэтому, прежде чем говорить такие вещи, вы подумайте, что подумают о вас. Мы, конечно, считаем подобного рода заявления, которые озвучиваются, в том числе в условиях, когда и в Сирии уже многолетний конфликт никак не может разрешиться, и при этом международные усилия все направлены на достижение мирного урегулирования. Мы считаем такие заявления, которые делаются нелогичными и контрпродуктивными. Поэтому очень нас печалят и заботят, что, несмотря на тот позитив и конструктив, который был достигнут в Женеве буквально еще менее недели назад, мы слышим заявления совершенно иного толка. Мы прекрасно понимаем природу этих заявлений, но, еще раз говорю, они, конечно, не идут на пользу дела. Должна вестись конструктивная работа. У нас есть пример такой работы, мы прекрасно знаем, что когда Соединенные Штаты хотят работать, а не умеют работать. Поэтому мы исходим из того, что на смену такого рода заявлениям должна прийти ответственная работа по реализации достигнутых договоренностей. Теперь я хотела бы перейти к ситуации в Ливии. По сообщениям средств массовой информации, в последние дни части Ливийской национальной армии под командованием генерала Хафтара, представляющего политические силы Киренакии, Восток Ливии, взяли под контроль порты нефтяного, так называемого нефтяного полумесяца этой страны вдоль Средиземноморского побережья. В них сосредоточена основная нефтяная инфраструктура Ливии, в том числе нефтяные терминалы, которые перерабатывают предприятия и соответствующие нефтехранилища. Не вступая в споры и рассуждения по поводу того, каким последствиям может привести произошедший, я не могу это не употребить в данном случае, передел сфер влияния в нефтяном секторе страны, мы призываем оба противоборствующих центра силы в Ливии и власти в Триполи и их оппонентов в Табруке действовать в рамках схиратских договоренностей по параметрам национального примирения. Считаю важным, чтобы участники межливийского процесса продолжали конструктивный диалог в целях выхода на консенсусные решения, которые, на наш взгляд, должны положить конец междоусобице и вывести страну на траекторию устойчивого постконфликтного развития. Первостепенной задачей в этом плане остается создание в Ливии единых органов власти, включая армию и полицию. Эти органы, конечно, должны быть способными обеспечить безопасность и правопорядок, а также эффективно противостоять террористической угрозе. Это отвечает не только желанию и не только, наверное, основной цели ливийского народа, но также интересам всего региона Ближнего Востока и Северной Африки. И также в контексте ситуации, вообще ливийской ситуации, я хотела бы сказать несколько слов о вывозе химоружия с территории этой страны. 8 сентября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что отравляющие вещества, вывезенные 31 августа с территории Ливии морским путем, успешно доставлены на немецкое химпредприятие фирмы ГЕКО, расположенное в городе Мюнстер, на котором будет осуществляться их ликвидация. Операция проводила свое исполнение принятой по настоянию Российской Федерации резолюции СБ ООН 2298 и соответствующих решений исполнительного совета ОЗХО под плотным международным контролем. Данные документы сформировали необходимое правовое поле, которое позволяет выйти за рамки Конвенции о запрещении химоружия, которое предусматривает ликвидацию отравляющих веществ исключительно на территории государства-обладателя. В ходе вывоза не было зафиксировано каких-либо эксцессов. Для нас это имеет, безусловно, первостепенную важность, особенно учитывая крайне непростую по всем нам хорошо известным причинам внутриполитическую ситуацию в Ливии, которая, собственно, и обусловила эти чрезвычайно важные международные действия. Вместе с тем, необходимо отметить, что ОЗХО еще предстоит выяснить обстоятельства, которые связаны с так называемым испарением на Ливийском объекте по хранению рувага более 200 тонн прекурсоров химоружия, то есть порядка трети остававшихся объемов высокотоксичных химикатов. И в развитии региональной проблематики я хотела бы сказать, что обратили внимание на публикацию издания Wall Street Journal со ссылкой на доклад Комитета по международным делам Палаты общей Великобритании 14 сентября с признанием того, что британское военное вмешательство в Ливию в 2011 году было основано на ошибочных предположениях и неполном понимании ситуации. Это я цитирую. Вследствием чего в конечном итоге стал политический и экономический коллапс в Ливии, гуманитарный и миграционный кризис, межплеменная вражда и расширение ИГИЛ в Северной Африке. Понимаете, когда в Wall Street Journal появляются такие статьи, мы можем с вами четко понять, какое время необходимо западной прессе для осознания того, что происходит. Мы исходили из того, что с учетом традиций, историй и профессионализма западных медиа, они должны работать на анализ, на предсказания, на глубинное политологическое исследование возможных последствий тех или иных шагов, которые предпринимает их государство, их государство в рамках каких-либо союзов и коалиций. Сейчас мы видим, и это доказательство, это факт, что западной прессе, очень действительно уважаемой и действительно имеющей глубинную историю, требуется более пяти лет, более пяти лет, для того, чтобы осознать то, что произошло, и каким результатом привели действия в том числе и государство в контексте международных отношений и вообще ситуации в мире. Я не могу не вспомнить в этом контексте, увидевший свет несколькими месяцами ранее, доклад другой британской независимой комиссии под руководством Чилкота, Джона Чилкота, которая семь лет, тоже немалый срок, трудилась над расследованием участия Великобритании и военной кампании в Ираке. Вывод, как вы знаете, был таков. Вторжение в Ирак – ужасная ошибка, а также решение правительства Блэра о вовлечении в эту авантюру – это поспешное и основанное на неверных данных решение. Вот эту вот ошибку, как ее назвали, признавали не раз, кстати говоря, и многие на Западе. Это и политики, и, кстати говоря, недавно и президент Франции Алан заявил, что интервенция США в Ирак в 2003 году привела к хаосу и усилению туристической угрозы. Было бы неплохо, чтобы вот эти все аналитические выводы, которым спустя 5-6-7 лет приходят наши западные коллеги, они не были нужны им просто для самолюбования или для такого вынужденного признания. Они нужны для того, чтобы предотвратить ошибки в будущем. В частности, в контексте ситуации в Сирии пока еще совсем не поздно. Почему же нельзя положить в основу подхода и оценки ситуации того, что происходит в Сирии, свой же анализ того, что происходило в Ираке, в Ливии и так далее? Я еще раз хочу повторить то, что, наверное, хорошо всем известно. Результатами иракской и ливийской кампании стали сотни тысяч убитых, миллионы искалеченных жизней людей, они потеряли родных, близких, лишились нормальных условий существования, они были вынуждены бежать в другие страны и на другие континенты переселяться. Непонятно, кто ответит за их судьбу, кто вернет им ту жизнь, которая у них была. И я хотела бы еще в завершение, наверное, да, инициативной части, учитывая, что нас регулярно просят прокомментировать высказывания наших польских коллег, все-таки это сделать. Честно говоря, я могу сказать, что делаю это с большой неохотой. Мне хочется уже говорить о российско-польских отношениях в позитиве, но, учитывая то, что мы слышим из Варшавы, не оставляет мне шанса, к сожалению, на подобные комментарии. В частности, речь идет опять о министре национальной обороны этого государства, господине Мочеревичей и министре иностранных дел, господине Мощаковской. Они отметились в последнее время целым рядом русскофобских заявлений. Мы полагаем, что это уже где-то на или за гранью абсурда. Суть этих заявлений сводится к тому, что российская страна якобы причастна к организации катастрофы польского президентского самолета над Смоленском 10 апреля 2010 года. Конечно, трудно комментировать очередные антироссийские выпады, тем более в такой крайней форме, пусть даже исходящей из уст обладателей министерских портфелей. Мы можем лишь констатировать, что такие безответственные провокационные высказывания с одной стороны отражают внутриполитическую ситуацию, реалии, очень сложные реалии в Польше, с другой ведут к дальнейшему подрыву без того переживающих не лучшие времена отношений между нашими странами. Я хотела бы отметить, что на днях глава непонятно зачем созданной под комиссией Сейма по перерасследованию обстоятельств катастрофы польского борта номер один под Смоленском, Вацлав Берчинский заявил средством массовой информации, что, цитирую, появились новые свидетельства по делу авиакатастрофы и указал на появление какой-то новой, ранее неизвестной записи переговоров диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный. Я хочу отметить, что все записи переговоров как диспетчеров между собой в командном пункте, так и переговоров диспетчеров с экипажем самолета были еще в январе 2011 года обнародованы и опубликованы. В сети официально выложена видеореконструкция авиакатастрофы, где включены аудиозаписи данных переговоров. Все эти записи в свое время были тщательно изучены Международной комиссией, в работе которой участвовали и сами поляки в первую очередь. Расшифровка и исследование переговоров велись совместными усилиями. Более того, все эти материалы также были официально переданы польской стороне и ими также опубликованы. Если польская сторона утверждает, что у нее появились какие-то дополнительные материалы по этому делу, то мы призываем ее незамедлительно предъявить их и международной общественности, и, конечно, нам во избежание спекуляций и дальнейшего усиления недопонимания. Это очень серьезные вещи. Как мы уже неоднократно заявляли, причины авиакатастрофы под Смоленском давно выяснены. Хотелось бы напомнить, что эксперты из Польши в свое время принимали участие во всех, подчеркиваю, во всех мероприятиях, расследовавшей ее технической комиссии МАК, польской стороне передавали все необходимые материалы в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года. Глубокое сожаление и недоумение вызывает то, что разговоры о проведении повторного расследования сопровождаются насаждением в публичном пространстве тезиса о том, что уже проделанная экспертами из России и Польши работа якобы способствовала сокрытию улик и важной информации. Слушайте, ну это вообще уже какое-то дно просто. Такое впечатление, что авторы этой компании, а это, безусловно, очередная компания, политическая, информационная, антироссийская, либо часть компании внутриполитической, польской. Но есть ощущение, что авторы вот этого всего мракобесия преследуют цели, которые лежат вне правового поля и вообще, в принципе, вне человеческой морали. Мало того, все это активно подкрепляется созданием очередного мифа, каких-то показанных фильмов, каких-то публикаций и так далее, и так далее. Ну вот, к сожалению, я не могла не прокомментировать эту тему. И готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Анна Усанова, информационное агентство «Москва-Баку». Скажите, пожалуйста, каковы итоги переговоров Сергея Викторовича Лаврова с председателями Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому регулированию от 8 сентября? Есть ли какие-то, ну, каковы итоги, какие шаги конкретные будут предприняты в ближайшее время, и не планируется ли в ближайшее время встречи, какая-то крупная встреча, по крайней мере, на уровне министров? Спасибо. Вы знаете, что касается этой встречи, то мы публиковали материал сразу по ее итогам. Там изложены конкретные результаты, обсуждался процесс, обсуждались возможности, так сказать, достижения урегулирования. У меня нет информации о том, будет ли или запланирована какая-то встреча в ближайшее время. Если она будет запланирована или появится в графике, то мы о ней, безусловно, вас проинформируем. Говоря о Генеральной Ассамблее ООН, куда направляется делегация во главе с Лавровым, я хотела бы также отметить, что на полях Генеральной Ассамблеи, политической дискуссии, конечно, состоится большое количество контактов министра иностранных дел России. Это будут и двусторонние контакты, и многосторонние контакты. И, безусловно, участие в мероприятиях и по линии Совета Безопасности, и Генеральной Ассамблее ООН. Сейчас только верстается программа, только готовится программа его пребывания и участия в работе Генассамблей. Соответственно, пока не могу озвучить вам график встреч, потому что он как раз сейчас находится в очень такой активной проработке. Но это возможность хорошая, пообщаться со своими коллегами со всего мира. Ряд встреч уже подтвержден, ряд только ожидает своего подтверждения. И, безусловно, если появится в этом графике встреча по интересующему вас вопросу, мы вас, безусловно, проинформируем. Да, пожалуйста. Агентство САНа Сирии. Какие причины подталкивают Россию к намерению, к возможному опубликованию все детали российско-американских договоренностей? Спасибо. Да, я поняла ваш вопрос. Речь идет о том, что те договоренности, которые были достигнуты в Женеве, они состоят из пакета документов. Это несколько документов, которые принимались, согласовывались в течение всего переговорного процесса с нашими американскими коллегами, вот тех самых многих и многочасовых встреч Лаврова и Кири. Российская сторона изначально и в ходе согласования, и после достижения уже финальной договоренности предлагала, делает очень настойчиво, можно даже сказать, уговаривала американскую сторону придать гласности весь пакет документов. Мы считаем, что это можно сделать и нужно сделать. А почему и по каким причинам? Именно для того, чтобы пакет этих документов не был предметом спекуляции. Мы прекрасно знаем, как часто утекают средства массовой информации не по инициативе России, а как раз по инициативе наших американских коллег документы. Мы, конечно, никого сейчас в предварительном плане не подозреваем и не осуждаем, но, к сожалению, мы работаем с этими утечками практически на ежедневной основе. Поэтому для того, чтобы избежать каких-либо неправильных трактовок, работы с утечками, влияние на вбросы, влияние вбросов этой информации на те или иные стороны конфликта, манипулирование сторонами конфликта, которые не в курсе тех договоренностей детально, которые были достигнуты. Вот именно исходя из этого, Москва предлагала и остается на этих же позициях и сейчас опубликовать, придать гласности этот документ. Поэтому, в общем-то, для нас это не проблема, мы не видим, честно говоря, почему эти документы не могут быть опубликованы. Но, как вы понимаете, мы все-таки исходим из понятия договоренность, которая заключается между сторонами. И, конечно, раз она достигалась со Соединенными Штатами, то, конечно, такие вопросы и решения должны приниматься, по нашему мнению, безусловно, с той стороной, с которой ты заключала договоренность. Мы из этого исходим. И, мне кажется, ни у кого не было никогда никаких поводов усомниться в добросовестности нашей позиции по данному вопросу. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария. Алексей Еременко, NBC News. Два вопроса, если позволите. Первый. Вчера гендиректор ВАДа Всемирного антидопингового агентства призвал российские власти остановить кибератаки на эту организацию, иначе это повлияет на восстановление России права ВАДа. Могли бы вы это прокомментировать? И второй вопрос. В понедельник Михаил Леонидович Богданов, замминистра, говорил, что в начале октября у Демистуры может быть новая встреча между сирийской оппозицией и правительством. Есть ли какая-то новая информация? Спасибо. Да. Что касается встречи по линии Организации объединенных наций и господина Демистуры с сирийской оппозицией, действительно, эта тема находится в проработке, но, конечно, конкретные детали нужно уточнять непосредственно у ООНовцев, информационный центр ООН в Москве работает, поэтому можно туда адресовать этот вопрос. Но, безусловно, мы находимся в контакте с… И, конечно, считаем, что запуск и активизация политического трека о сирийской регулировании чрезвычайно важна. Что касается ВАДа и её заявлений о том, что мы должны… Что мы должны сделать? Сделать всё, чтобы остановить кибератаки из России. Остановить кибератаки из России. Ну, я вам хочу сказать, что вот эти все разговоры о кибератаках из России, российских хакерах, я просто хочу сказать всем, что как для России, так и для всего мира хакерство и хакеры стоят вне закона. Они запрещены законом Российской Федерации. Российская Федерация борется с хакерами. У нас есть соответствующий пакет документов. Это запрещено по закону. Мы можем влиять на этот процесс с помощью закона, что мы и делаем. Других способов влияния на хакеров просто для нас не существует. Просто борьба на законных основаниях, чем мы занимаемся. Когда мне задают вопрос относительно того, поддерживаются ли хакеры, есть ли прокремлёвские хакеры, есть ли кремлёвские хакеры, я ещё раз, каждый, снова и снова не устаю повторять, что эта тема для России чётко определена законами нашей страны. Относительно того, что ВАДО ставит какие-то увязки между хакерскими атаками, приписываемой той или иной стране и восстановлению, как я правильно поняла, восстановлению участия российских спортсменов, это вообще, честно говоря, конечно, я здесь по первенству отдаю специалистам, нашим российским специалистам, которые занимаются вопросами спорта, но, честно говоря, кажется, что подобное взаимосвитие просто неуместно. То есть, каким образом вопрос хакеров и борьбы с информационной безопасностью увязывается международными чиновниками с восстановлением участия спортсменов в тех или иных соревнованиях, вообще непонятно. Спортсменов, ну, как мы понимаем, вообще то, что касается ВАДО, всё больше и больше, практически с каждым днём, все понимают, что никто не понимает принципы действия и функционирования этой организации. С каждым днём вопросов к этой структуре становится всё больше. На каких принципах она работает, чем она руководствуется, какими положениями она, так сказать, руководствуется при принятии тех или иных решений. Ваш вопрос, опять же, тому свидетельство. Нельзя увязывать борьбу с кибератаками, с восстановлением спортсменов. Это вопрос совершенно из разных категорий. И всё-таки хочется надеяться, что эта организация, коль скоро она претендует на такую роль в международном, в мировом спорте, должна выработать какие-то чёткие, всем понятные критерии своей деятельности, основанные на международном праве, а не на каких-то вот таких очень странных заявлениях. Да, пожалуйста. – Тут я хотел бы вернуться к вопросу о белорусском паралимпийце, который вынес флаг Российской Федерации. Там было много эмоций, этого бедного человека дисквалифицировали. Но если отбросить все эмоции с точки зрения юридической взглянуть, в конце концов, Белоруссия и Россия являются в составе в одном союзном государстве. Что тут такого, если гражданин союзного государства поднял флаг одного из частей этого союзного государства? Почему-то так никто к вопросу не отнёсся, а ведь суть-то в этом на самом деле, мне кажется. – Позвольте мне вас уличить здесь в небольшой наивности. Вы прекрасно понимаете, что сейчас мировой спорт стал объектом и ареной политической борьбы. Это очевидно. Если раньше об этом говорили, так сказать, с какими-то намёками в полутонах, то теперь это объективная реальность. Никто не может понять, какими мотивами и какие мотивы влияют на принятие решения ряда международных чиновников от спорта. Никто не понимает действия, которые предпринимались в ближайшее время, последнее время. Все прекрасно видели, и это уже ни для кого не секрет. Я много цитировала, в том числе и западных аналитиков и политологов, что, так сказать, вот это уже не конкурентная борьба, далеко не конкурентная борьба, а просто борьба политическая перешла в святая святых, а именно на территорию спорта. Жертвой стали люди, которые вообще не имеют никакого отношения ни к политике, ни к политическим разборкам. Просто они попали вот, так сказать, в жернова вот этой вот политики, этой политической машины по изоляции, в частности, Российской Федерации. Мы не единственные, по кому проехался этот каток. История, в том числе, к сожалению, мирового спорта знает не одну подобную ситуацию. Поэтому та травля, которая была организована, в частности, и на гражданина Белоруссии, который, как вы правильно сказали, позволил себе, в кавычках, позволил себе вынести и пронести флаг не просто союзного государства, но просто бранского народа, а флаг государства, который внесло огромный вклад в развитие мирового спорта. Огромный вклад. Мало того, наше государство стояло у основания многих направлений мирового спорта и так далее, и так далее. Но это все, я вам еще раз говорю, это политическая борьба, ареной которой становятся все новые и новые сферы, ранее все-таки признававшиеся такой зоной водопоя. Ну, частично сейчас, к сожалению, мы наблюдаем процесс, когда вот эта политическая машина, нацеленная на изоляцию, нацеленная на борьбу, она уже не ведает грани, она идет туда, куда, видимо, туда, куда идти не надо. Да, пожалуйста. Если возвращаться к принципам, которые ВАДА должна для себя прояснить, как вы относитесь к ситуации с американскими спортсменами, когда обнаружатся факты применения допинга, но в то же время скрываются причины, диагнозы, которым они применяются. И говорят в Западе о том, что Россия разжигает скандал. Знаете, самое удивительное, даже не это. Это факт, с которым, наверное, специалисты, ну, точно, наверное, не я, должны разбираться. Нет, интересно другое, как звучат заявления, причем на серьезном уровне, о том, что недопустимо, что личная информация попала в СМИ и так далее. И это после того, как имена многих атлетов, зарекомендовавших себя как действительно, ну, величайших спортсменов, полоскали в средствах массовой информации в перемешку и с их личной информацией, и с ярлыками людей, которые принимают допинг, принимают запрещенные средства, они их не принимали никогда, но они, так сказать, полностью были дискредитированы в глазах мировой общественности, их своих коллег по спорту за счет публикации. Вот это не двойные стандарты, это просто такое, знаете, желание победы вот на этом изоляционном поле любой ценой, мне так кажется. Но еще раз говорю, я хотела бы как-то эту тему сейчас завершить, потому что это не моя тема, это тема людей, которые занимаются профессионально и спортом, и, так сказать, чиновников от спорта, в том числе и международных. Да, пожалуйста. Суфоклис, газета «Храги Кипр». Кажется, вчера, наконец, после 42-х лет, появился свет в конце тоннеля на пути решения кибрской проблемы. После очередного раунда переговоров между представителями двух общин Кипра был опубликован обнадеживающий пресс-релиз, в котором речь идет о существенных договоренностях, которые могли бы открыть дорогу для мирного решения кибрской проблемы. Кстати, возможно, это будет единственный конфликт в мире последних десятилетий, который имеет шанс быть урегулирован мирным, а не вооруженным путем. Как вы могли прокомментировать этот факт? Мы внимательно следим за ходом межобщинных переговоров на Кипре. Я хотела бы еще раз привлечь ваше внимание к нашей принципиальной оценке и позиции. Она остается неизменной. Мы выступаем за достижение всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове на благо всех его жителей. Мы поддержим то решение, которое будет найдено самими киприотами, и будет судить о прогрессе на переговорах по конкретным результатам. Полагаем, что действительно, хотел бы еще раз повторить, что судить о прогрессе в переговорном процессе нужно по действительным результатам. Вместе с тем мы считаем недопустимыми настойчивые попытки некоторых наших западных партнеров интенсифицировать переговорные процессы, навязать скорейшее решение кипрского вопроса любой ценой. Это неправильно. Пагубность такого внешнего давления продемонстрировала печальная судьба плана Адана. Мы все ее помним. Вот я бы так прокомментировала. Да, пожалуйста. Спасибо. Мой вопрос про ядное испытание КНДР. Сейчас Совет Безопасности ООН разработает новую резолюцию о дальнейших мерах. И некоторые требуют новые санкции, некоторые считают это бесполезно. Какая позиция у России? Спасибо. Вы знаете, что в связи с проведением КНДР ядерного испытания в Совете Безопасности 9 сентября состоялись срочные консультации. По итогам была выработана согласованная позиция членов этого главного органа ООН в формате заявления для прессы. В нем, в частности, решительно осуждается данное испытание. Мы осудили его, безусловно, и в национальном качестве, и в качестве члена Совета Безопасности ООН. Члены СБ отмечают готовность незамедлительно приступить к разработке соответствующих мер по статье 41 Устава ООН, что предполагает принятие новой резолюции Совета. Пока, ну, по крайней мере, на момент вчерашнего вечера по Нью-Йорку, никем из членов проекта с такого документа не вносился. Поэтому говорить о его содержании пока рано. Поэтому могу еще рассказать, что принципиальная позиция России в связи с ядерными испытаниями в КНДР, она вам хорошо известна и была отражена в заявлении МИД от 9 сентября. Да, пожалуйста. Мария Сидельникова, Вестник Кавказа. Мария Владимировна, уже порядка месяца прошло с момента визита Эрдогана в Москву. Как удалось продвинуть восстановление отношений между Россией и Турцией за это время, ну и прежде всего по дипломатической линии? Спасибо. Ну, вы знаете, я могу только сказать, я уже отвечала на этот вопрос. Постановление идет постепенно. Мы исходим из установок, которые дал президент Российской Федерации после того, как Анкара пошла на реализацию, выполняя соответствующих требований Российской Федерации. Еще раз повторяю, что восстановление идет постепенно, уверенно, без каких-то либо искусственных рывков, либо, опять же, искусственных замедлений. И поддерживается контакт и с нашими коллегами турецкими, и по линии Министерства иностранных дел, наши РЗУ работают. Поэтому есть хорошие перспективы. Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, сейчас находится в России замминистра Ирана. С кем он встречался и какие основные темы так обсуждены? Спасибо. Министр иностранных дел? Кира. Заместитель. Я вам предоставлю эту информацию, я должна проверить. Ну, не проверить, я более детально ее изучу и скажу вам. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, я хотела узнать ваше мнение по поводу визита Штайнмайера, который сегодня должен состояться в Донбасс. Как вы думаете, это будет способствовать соблюдению минских договоренностей и перемирия, которое было объявлено 1 сентября? И еще мои коллеги попросили задать еще один вопрос по поводу перемирия Сирии, то есть прокомментировать его соблюдение. Ну, министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально накануне очень подробно на этом останавливается на перемирии в Сирии. Я не буду повторять, просто вы можете ознакомиться с этими заявлениями в ходе его, например, пресс-конференции с главой МИД Люксембурга. Что касается участия, визита господина Штайнмайера на Украину, то мы, конечно, исходим из главного. А главное сейчас максимальное давление на Киев по выполнению минских договоренностей. Это приоритет. Здесь очень важно не ослаблять, даже не то, что не ослаблять, а наоборот, интенсифицировать это давление для того, чтобы все-таки Киев хоть как-то начал продвигаться вперед. У Сергея Лаврова состоялось несколько контактов, телефонных разговоров с главой МИД ФРГ, господином Штайнмайером. Напомню, он же является, его страна председательствует в ОБСЕ. Соответственно, здесь, так сказать, нагрузка усиливается и в качестве Германии выступает в качестве члена нормандского формата и по линии ОБСЕ несет дополнительную ответственность и нагрузку. Поэтому мы исходим из того, что очень важно сейчас сделать все, чтобы Киев все-таки начал реализовывать минские договоренности. Да, пожалуйста. Газета Хюриет, Турция. Мой вопрос связан с вчерашним заявлением начальника Генштаба Российской Федерации, господина Герасимова, в котором он сказал, что в Черном море покончено с доминантностью Турции, с ихнего морского флота. Вопрос следующий. Стоит ли такой вопрос в российской внешней политике о какого-либо доминантности какого-либо государства в Черном море? В Российской Федерации состоит основной вопрос. Это выстраивание отношений добрососедских и взаимоуважительных с всеми государствами мира, в том числе, безусловно, в приоритете с соседними государствами на основе международного права и принципов Устава ООН. Вот мы из этого исходим. Комментировать какие-то аспекты, либо параметры, связанные с вооружениями, военным сотрудничеством и так далее, это не моя компетенция, это, конечно, Министерство обороны. О наших приоритетах я сказала. Да, пожалуйста. В контексте упрёка США к России о её отношении к прекращению огня в Сирии. Было объявлено, что более 20 групп вооруженных отказались принять участие в перемирии, и многие из них под контрольной западной коалиции. В этом случае как будет реализоваться принцип размежевания террористических групп от умеренной оппозиции, о котором наговаривались Россия и США? Ну, собственно говоря, именно этому вопросу и принципу, и конкретной реализации этого принципа на практике были посвящены многомесячные переговоры Лаврова и Керри. Вот для нас это был главный вопрос. Для этого и принят целый пакет документов, которые, как мы опять же сегодня говорили, не придают согласности, не по нашей, так сказать, вине и не по нашей инициативе. Там прописаны конкретные и механизмы, и формы, и, главное, ответственность, ответственность, в том числе наших американских коллег по решению этого вопроса. Я не хочу думать, что не публикация этого документа и блокирование публикации этого документа связано с какими-то опасениями о том, что, узнав о содержании документа, это, в общем-то, общественность может и спросить с Вашингтона, почему он выполняет или не выполняет те или иные функции. Я не хочу так думать, я исхожу из лучшего. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, мэр, 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 агентство Блумберг. У меня вопрос по поводу группы Ахрар-эль-Шам. Это группа, которая связана с филиалом Аль-Каида в Сирии, открыто не соблюдают перемирия. И ведутся сейчас переговоры с США по поводу включения Ахрар-эль-Шам в список террористических организаций. И второй вопрос. Какие перспективы, что-таки, создание совместного центра США после 7 дней перемирия? Вот вы оптимистично смотрите на это? Ну, конечно, мы смотрим не просто оптимистично, мы смотрим на конкретные документы, на которые российская делегация смотрела на протяжении многих месяцев и вносила соответствующие поправки. И сейчас мы смотрим на эти документы именно как на документы. Не на политические декларации, не на заявления о намерениях, а на документы, под которыми подписались Москва и Вашингтон. Для нас выполнение этих документов – прямая обязанность. Мало того, все разъяснения были даны сразу после достижения договоренности. Поэтому здесь надо смотреть не оптимистично, а нужно смотреть именно как на документ, который необходимо реализовывать. Коль скоро ему было отдано столько усилий и такие компромиссы были достигнуты. Что касается Ахра-Рашам, наша позиция и по этой организации, и вообще, в принципе, по вопросу и рассмежевания террористов, и умеренной оппозиции, она хорошо известна. Она не совпадает, эта позиция, в некоторых вопросах с позицией Соединенных Штатов. Для нас вопрос является базовым вопросом, основным вопросом, и поэтому позиция наша в этом смысле, мне кажется, даже недостаточно, однозначная и чёткая. – Да, пожалуйста. – Мария Владимировна, агентство ТАСС. Вопрос по ситуации с президентским выбором в США. 13 сентября Барак Обама на митинге Демократической партии в Филадельфии сказал, что ему пришла пора передать эстафетную палочку, имея в виду Хилари Клинтон, конечно. И далее цитата, «Хилари примет эту эстафету и пробежит всю дистанцию до финиша». Сказал Обама, намекая на её состояние здоровья. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, в принципе? – У меня один вопрос. Обама вообще Олимпиаду-то смотрел? Такие, знаете, заявления на грани фола. Я ещё раз говорю, не вдаваясь у нас в принципиальная позиция, мы не комментируем ход избирательной кампании Соединённых Штатов. Но, что касается этого заявления, главное, чтобы эта эстафетная палочка не упала и не было принято решение о том, чтобы запустить эстафету повторно. А что касается, в принципе, заявлений, которые мы сейчас слышим из Вашингтона, Соединённых Штатов Америки, то, знаете, они мне напоминают дембельскую риторику. Но надо держаться до конца. Всё-таки не так, конечно, много осталось, надо продержаться до конца. – Так, есть ли ещё вопросы? Да, пожалуйста. Я не поняла, кто здесь. Вы, пожалуйста. – Да, спасибо большое. Корейская телерадиоучрительная кампания «Ки-Би-Эс». Вопрос в продолжении северокорейской темы. В СМИ появилась информация, что Соединённые Штаты направили Китаю свои предложения по санкциям и по резолюции ООН. Получила ли Россия такой документ и присоединится ли Россия к дополнительным санкциям в отношении Северной Кореи и в каком объёме? – И, как я сказала, уже, по крайней мере, на момент вчерашнего вечера не было распространённого совмещения какого-либо проекта какой-либо стороной соответствующего документа. Как только проект будет представлен, либо какие-то наработки к будущему документу будут представлены, мы сможем и конкретно обсуждать. Да, пожалуйста. – Спасибо. Синхуа. На днях представитель господинга США заявила журналистам, что США надеются, чтобы военные морские учения РФ и Каннер не повысили уровень напряжённости в регионе. Как Вы прокомментировали проходящее учение? Спасибо. – Мы хотим сказать, что фактор стабильности и открытости, транспарентности очень важен в этом региональном вопросе. Мы исходим из того, что все действия, которые сейчас там происходят, должны быть взвешенными, выверенными и не добавлять не стабильности, а наоборот работать на укрепление стабильности и взаимопонимания, как очень прочная и единственная возможная основа решения, в том числе и конкретных вопросов. – Да, пожалуйста. – Вопрос по поводу выборов. Вы сказали про голосование за гранд-представительство, а на Украине будет голосование? – Мы сделали соответствующие заявления, в частности, и на прошлом брифинге, и соответствующие заявления были сделаны на сайте Министерства иностранных дел. Речь идет о заявлении Министерства иностранных дел, которое было сделано совместно с Центральной избирательной комиссией по выборам на Украине. Избирательные участки на территории Украины будут организованы в посольстве России в Киеве и наших генеральных консульствах на территории этой страны. Наши заграны учреждения являются территорией Российской Федерации. Здесь даже обсуждать нечего. Мы, соответственно, разъяснили свою позицию в этих заявлениях, призвали украинскую сторону сделать все для обеспечения безопасности. И поэтому здесь даже дополнительно, я не вижу, что можно еще прокомментировать. Я могу сказать, что мы направили соответствующее приглашение и международным наблюдателям. Есть понимание о том, что будет повышено наблюдение в соответствии с мандатом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине как раз в районе четырех российских загранучреждений. Мы получили такие заверения и от руководства СММ, и по линии ОБСЕ. Поэтому здесь, мне кажется, все четко российская сторона уже заявила и соответствующие документы опубликовала. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Федеральное агентство политических новостей. Вчера была опубликована первая часть докладов Нидерландов о крушении Боинга MH17. Скажите, пожалуйста, будет ли Россия как-то отвечать на этот доклад, либо дождется второй части, которая будет опубликована 28 сентября? Я еще не могу комментировать, не видела этого документа. Он требует изучения и комментировать то, что не изучали, просто не могу. Да, пожалуйста. В конце переговоров начальников Генштаба России и Турции, как дальше российско-турецкое сотрудничество в Сирии будет развиваться? Это МИД, Министерство иностранных дел. Я понимаю, что Би-Би-Си редкие гости у нас, Генштаб находится не здесь. Все вопросы по линии Генштаба нужно задавать представителям этой организации. У меня нет полномочий делать соответствующие заявления по их линии. Поэтому просьба с пониманием относиться к нашему распределению функциональных обязанностей. Сотрудничество чуть шире, чем просто русско-военные. А по сотрудничеству я только что ответила взаимодействию России и Турции. Только что достаточно подробно ответила. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Счастливо. Спасибо вам.